Всем привет ребятушки, с вами снова, конечно же, мать вашу, как всегда, Алекс Вулфинг. Да, ребята, новое просто мнение, и сегодня я вам расскажу о фильме Я Робот. Да, моё мнение относительно этого кинца, можно так его назвать. Но, давайте сразу, сразу с места в карьере. Понравился ли мне фильм? В целом, да, но тот рейтинг, который у него есть на кинопоиске, я считаю, он не оправдан, а рейтинг у него практически восьмёрка. Попробую пояснить почему. Во-первых, мне понравилась идея этого фильма, то есть, она оригинальна, в чём-то, конечно же, она написана по книге, по какой я не помню, это не важно. В чём сюжет-то знаете вы, наверное, мне кажется, знаете, но всё равно расскажу. Люди также обленились всё делать и решили нанять себе роботов, которые будут всё делать за них. То есть, ходить на работу, помогать, что-то всё. То есть, люди лентяи. И, в принципе, к этому идёт и наша с вами сущность, наше с вами существование. Мы идём к этой же цели, чтобы нихуя не делать, и за нас всё делают роботы. И здесь, в принципе, сюжет, он ведь, в принципе, такой же, на самом деле. То есть, люди пытаются создать роботов, которые будут всё делать за них. И они, естественно, всё дело это создают. Но что-то идёт не так. И погибают главные инженеры этих роботов. Он сбегает с крыши. В течение не с крыши, а из окна там в своём офисе, даже не важно. Он разбивается, и всё. И наш главный, бравый солдат, такой ментяра-загадычный, Уилл Смит, который, к слову, к слову, мне не понравился в этом фильме. Я попробую песню, почему. И вот всё это продвигается, продвигается. Уилл Смит расследует, и бла-бла-бла-бла-бла. Ну, дальше-то, в принципе, неинтересно. Вам на моё мнение относится не по фильму, естественно. Потому что сюжет вы можете прочитать хоть на кинопоиске, хоть в виде, хоть в пизде, хоть в джигурге. Что я считаю, чисто по фильму. Ну, давайте. Уилл Смит. В принципе, я к этому актёру отношусь как-то нейтрально, потому что он во всех своих фильмах «Я брутальный самец, и я Саня Невский, и я всех захуячих». А если не захуячу, то захуячьте вы меня. Уилл Смит, вот прям во всех фильмах он такой. Ну, кроме там некоторых «Семь жизней», там есть отличные у него картины, где он реально работал. Здесь он просто, просто кочил из себя крутого чувака, каким в Хэнкоке, кстати, к слову, тоже. Возможно, когда-нибудь расскажу об этом фильме. И из-за этого кино не воспринимается вот так, как оно должно восприниматься. То есть, в фильме есть и экшен, и какой-то сюжет на завязочке, и интрижки интересные, и финал необычный. Но, знаете... Ну, тоже среднее кино. То есть, это среднее кино, которое, ну, не тащит. К сожалению, оно просто не тащит. Вот хочется, чтобы он тащил, понимаете? Хочется, чтобы вот тебя завлекало. Но ты просто смотришь и понимаешь, что ты просто реально его смотришь. То есть, ты не ждёшь финала, потому что он тебе, скорее всего, не интересен. Вот мне вот лично так показалось. То есть, я понимал, что фильм, да, вот завязка появляется, то есть, вроде всё круто, смачно, смачно. Ну, вот, понимаете, только было в самом начале. Потом, ближе к концу, уже начинало всё сдавать, и не хотелось досматривать. Не знаю, почему так оно получилось. Возможно, тут и Уилл Смит, который поднадоел уже за короткий период времени, потому что реально... Ну, к слову, отлично сняты экшн-сцены, сцены с роботами, сцены там с погонями, с рывами, с перестрелками. Нет, мне понравилось, в принципе, всё снято достаточно хорошо, как и должно быть в любом боевике фантастическом, который здесь сам дохера бюджет. И на тот момент, в принципе, молодцы. Компьютера графики, блядим, как это называют, даже не важно, сделали хороший графон, то есть смачные сцены, CGI-ки, это отличный, блядь, прямо. Ну, видно, что видно, что это чистый CGI, даже речи нету на тот момент, что графа такая. Ну, на тот момент всё было очень очень хорошо. Так, мнение-то в целом какое? Ну, среднее, кинцов среднее, то есть посмотреть можно, но не нужно. Это, конечно же, можно и нужно. Посмотрите, не знаю, что-то. Может, вы уже смотрели, поэтому вы сказали своё мнение, я, естественно, послушаю его, и, наверное, я к нему прислушаюсь. Послушаю, прислушаюсь. Возможно, такого, возможно, нет, потому что, блядь, пошли вы в жопу. Шутка, конечно. Ну, ладно, ребятки, что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментики, репостите, и в этом, наверное, всё-таки всё. Пока, удачи вам во всём. Субтитры сделал DimaTorzok